Освобождение Шуши год назад, 8 ноября 2020 года, сравнимо с Берлинской операцией Красной армии в 1945 году. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как и тогда, это была заключительная стадия боевых действий, после которой война завершается. Понятно, что исторический размах разный, но если мы говорим о сути, то это была финальная операция азербайджанских вооруженных сил, которая поставила точку во Второй Карабахской войне. После этого Армения капитулировала по той причине, что дальнейшее сопротивление стало просто бессмысленным, пояснил военный эксперт. Если бы Пашинян промедлил с подписанием трехстороннего заявления, вся армянская группировка войск в Карабахе, а это по разным оценкам от 12 тысяч до 15 тысяч человек, оказалось бы в котле. И дальше Азербайджан эту группировку, если бы она не сложила оружие и не сдалась в плен, просто уничтожил бы, причем дистанционно. Я думаю, это и подвигло Пашиняна, который упорно отказывался от любых компромиссов о завершении войны, поставить подпись под трехсторонним заявлением, указал Игорь Коротченко. Шуша была освобождена за счет профессионализма азербайджанских военных и обмана ожиданий армянского командования. Здесь ключевую роль сыграли силы специального назначения Азербайджана. Была проведена соответствующая подготовка операции с одновременной дезинформацией противника. В Ереване совершенно не ожидали этой операции, там думали, что азербайджанская армия пойдет по другим направлениям. В итоге имел место фактор внезапности, хотя, безусловно, ключевую роль в достижении победы сыграла высокопрофессиональная подготовка азербайджанского спецназа вкупе с личным мужеством бойцов, подчеркнул он. Они осуществили трудный марш по горно-лесистой местности, поднялись в горы, при этом весь боекомплект и оружие несли на себе. Боевые действия велись в городских условиях с чрезвычайным ожесточением. На стороне Армении была артиллерия, РСЗО, танки, мы это видели по кадрам городских боев в Шуше, а азербайджанский спецназ сражался только тем, что принес на своих плечах, то есть штатным оружием. Я сам был в Шуше и видел на плато, где шли бои, когда азербайджанский спецназ вошел в город, множество пулевых отметок на гранитных валунах, то есть это был очень тяжелый, контактный бой, рассказал главный редактор журнала Национальная оборона. По меркам современного военного искусства Шушинская операция это исключительное событие, ее внимательно изучают по доступным материалам и в США, и во Франции, и в Великобритании, и в Израиле, и в России. Она войдет в историю мирового военного искусства и среди войн 21 века займет исключительно важное значение. Надо отметить, что она еще ждет своих исследователей. Это феноменальная по внезапности, успеху и политическим целям операция, ставшая финальной точкой, после которой, как сказал президент Ильхам Алиев, хребет противника был сломлен, заключил военный эксперт. Игорь Коротченко добавил, что даже в дни боев за Шушу Армения не могла расстаться с иллюзиями, что ей удастся втянуть в войну Россию. В частности, эту цель преследовали армянские ракетные удары по азербайджанским городам. Ереван хотел спровоцировать Баку на аналогичные действия, тогда Армения обратилась бы к России и к ОДКБ с требованием вмешаться военным путем в ситуацию. Педалирование тезиса о том, что Азербайджан якобы привлекает сирийских наемников была попытка Еревана спровоцировать Россию на борьбу с международным терроризмом. Ереван вел себя достаточно изощренно и коварно, напомнил он. Но планам не суждено было реализоваться, потому что контрнаступление азербайджанской армии просто не оставило Еревану шансов. До самого последнего момента у армянской правящей верхушки были иллюзии, что в войну можно будет включить внешних игроков и тем обеспечить себе военную и политическую поддержку. Поэтому Армения и отказывалась сдаваться. Но когда была освобождена Шуша и возникла ситуация возможности уничтожения 15-тысячной армянской группировки в Карабахе, катастрофа стала очевидна. И только тогда Пашинян пошел на подписание заявления о капитуляции, заключил главный редактор журнала «Национальная оборона». Подпишитесь на наш канал «Пудра Ньюс» и будьте в курсе всех событий.